Начало повествования найдете в ссылке в комментариях под видео. Приятного прослушивания. Глава 7. Гимн снаряду. Кембриджская обсерватория в письме от 7 октября обсудила вопрос с астрономической точки зрения. Теперь оставалось выяснить техническую сторону дела. Вот тут-то и возникали затруднения, которые во всякой другой стране показались бы непреодолимыми. Но для Янки это была детская игра. Председатель Барбики, не теряя времени, назначил членов исполнительного комитета. Комитет поставил себе целью на трех заседаниях разрешить три основных вопроса о пушке, о снаряде и о порохе. В комитет вошли четыре лица, хорошо разбиравшихся в вопросах такого рода. Сам Барбикен с решающим голосом в случае разногласий. Генерал Морган. Майор Эльфистон. И, наконец, неизбежный Джон Мастон. На которого возложили обязанности секретаря докладчиков. 8 октября комитет собрался на квартире Баркина. Улица Республики, 3. Четверо членов пушечного клуба расселись вокруг стола, где стояли блюда с сэндвичами и внушительными размерами чайных приборов. Таким образом, это чрезвычайно важное заседание могло продолжаться без перерыва на ужин. Секретарь Мастон привинтил ручку с пером к своему железному крюку. И заседание началось. Барбикин взял слово. Дорогие коллеги, нам предстоит разрешить одну из основных проблем баллистики, этой науки из наук, трактующей о движении снарядов, то есть тел, которые, получив известный толчок, устремляются в пространство и далее летят уже в силу инерции. Дорогие друзья, начало он вдохновленно. Наш председатель вполне прав, ставив вопрос о снаряде раньше всех остальных. Ведь ядро, которое мы пустим в луну, это наш вестник, наш посол. И я прошу позволения взглянуть на этот вопрос с точки зрения чисто воральной. Новая точка зрения на снаряд сразу же возбудила любопытство членов комитета. И они стали слушать речь Мастона с удвоенным вниманием. Достойные коллеги, продолжал Мастон, я буду краток. Не стану касаться ядра физического снаряда, который убивает. Буду говорить лишь о ядре математическом, о ядре моральном. Ядро, по моему мнению, это самое яркое проявление власти человека. Именно в ядре сосредотачивается все его могущество. Создав ядро, человек больше всего приблизился к Творцу Вселенной. «Превосходно!» – воспикнул майор Эльфистон. «В самом деле», – продолжал оратор, – «если Бог сотворил звезды, планеты, то человек создал ядро, достигающее предельной скорости на Земле. Ядро – это небесное тело в миниатюре. Ведь светило не что иное, как огромные ядра, летящие в мировом пространстве. От Бога исходит скорость электричества, скорость света, скорость звезд, скорость комет, скорость планет, скорость их спутников, скорость звука, скорость ветра. Но от нас исходит скорость ядра, в сто раз превосходящая скорости поездов и самых резвых лошадей». Мастон был в экстазе. В его голосе звучали лирические ноты. Он пел священный гимн снаряду. «Хотите цифры?» – продолжал он. «Вот они, самые красноречивые. Возьмите скромное ядрышко в 24 фунта весом. Хотя оно и движется в 800 тысяч раз медленнее электрического тока, в 640 тысяч раз медленнее света и в 76 раз медленнее движение Земли вокруг Солнца, все же при вылете из пушки оно несется быстрее звука. Оно пролетает 200 туазов в секунду, 2000 туазов в 10 секунд, 14 миль в минуту, 840 миль в час, 20100 миль в сутки. То есть летит со скоростью, с какой вращаются точки экватора вокруг земной оси. За год оно пролетело бы 7,336,500 миль. До Луны оно долетело бы в 11 дней, до Солнца – в 12 лет, до Нептуна, то есть до границ Солнечной системы – в 360 лет. Вот чего могли бы мы достичь это скромное ядро изделий наших рук. Что же будет, если мы создадим скорость в 20 раз больше, то есть 7 миль в секунду? Ого! Чудное ядро! Дивный снаряд! Я мечтаю о том, что там, в вышине, тебя примут с почестями, достойными посланника Земли. Эта напыщенная речь вызвала громовое ура. Мастон взволнованный опустился в кресло, коллеги стали горячо его поздравлять. «А теперь», – сказал Барбекин, «уплотив щедрую дань поэзии, приступим вплотную к разрешению вопроса». «Мы готовы», – откликнулись члены комитета, поглощая бутерброд за бутербродом. «Вы знаете, какую проблему нам предстоит разрешить?» – продолжался председатель. «Требуется придать снаряду скоростью в 12 тысяч ярдов в секунду». «Я полагаю, что это нам удастся. Однако теперь нужно вспомнить, какие скорости были уже практически достигнуты. Генерал Морган не откажется сообщить относящиеся сюда данные». «Мне это ничего не стоит», – отвечал генерал. «Тем более, что во время войны я был членом комиссии, производившей испытания орудий. Могу прежде всего сказать, что пушки Дальгрина выпускали ядра на расстоянии до 2500 туазов с начальной скоростью в 500 ярдов в секунду. Хорошо». «А Колумбиада Родмина?» – спросил Барбекин. «Колумбиада Родмина при испытании в форте Гамильтон близ Нью-Йорка пустила ядро весом в полтонны на расстоянии 6 миль со скоростью 800 ярдов в секунду. Результат, которого никогда не могли добиться Армстронг и Палезер в Англии». «Ох уж эти англичане мне!» – воскликнул Мастон, погрозив в сторону Востока своим железным крючком. «Итак?» – спросил Барбекин. «800 ярдов – это наибольшая первоначальная скорость, достигнутая пушечным снарядом?» «Да», – ответил генерал. «Должен, однако, сказать, – вставил Мастон, что если бы моя мортира не разорвалась, но она разорвалась», – перебил Барбекин с приветливой улыбкою. «Поэтому примем за исходную точку начальную скорость 800 ярдов. Требуется увеличить ее в 20 раз». «Отложив до другого заседания обсуждение способов, которыми может быть достигнута требуемая скорость, я предложу вашему вниманию, дорогие коллеги, вопрос о размерах, какие нужно дать ядру. Разумеется, тут дело идет уже не о ядре весом какие-нибудь полтонны. А почему нет?» – спросил майор. «Потому что это ядро, – перебил Мастон, – должно быть очень крупных размеров, иначе оно не обратит на себя внимание жителей Луны, если только таковые и существуют. «Конечно!» – отвечал Барбекин. «Но на это есть еще более важная причина». «Что вы хотите сказать, Барбекин?» – спросил майор. «А то, что мало выстрелить в Луну, отложив всякие другие попечения, надо еще наблюдать за полетом снаряда до того момента, когда он попадет на Луну. Что?» В один голос воскликнули майор и генерал, пораженные этим заявлением. «Без сомнения!» – твердо отчеканил Барбекин. «Иначе наш опыт останется безрезультатным». «Но в таком случае, – спросил майор, – наш снаряд должен иметь огромные размеры». «Ничуть!» Соблаговолите выслушать. «Вы знаете, какой степени совершенства достигли теперь зрительные приборы, телескопы, в которые наблюдают Луну. Дают увеличение в 6000 раз, то есть приближают Луну к нам на расстоянии всего 40 миль. А на таком расстоянии предметы длиною 60 футов уже хорошо видны нам. Если бы не слабый, отраженный свет Луны, этого зеркала Солнца, препятствующий дальнейшему увеличению, можно было бы пустить в ход гораздо более мощные телескопы». «Ну, так что же вы хотите?» – спросил генерал. «Неужто вы думаете сделать снаряд диаметром 60 футов?» «Вовсе нет». «Так вы хотите, быть может, сделать лунный свет более ярким?» «Именно так!» «Вот это здорово!» – воскликнул Мастон. «Это очень просто!» – отвечал Барбекин. «В самом деле, если уменьшить толщину атмосферной оболочки, через которую приходится смотреть на Луну, разве лунный свет не станет для нас более ярким?» «Очевидно так!» – согласился Эльфистон. «Ну так вот! Чтобы получить подобный результат, достаточно установить наш телескоп на высокой горе. Так мы и сделаем». «Сдаюсь!» «Сдаюсь!» – сказал майор. «Вы удивительно умеете упрощать задачу. А какое же увеличение надеетесь вы таким образом получить?» «Увеличение в 48 тысяч раз. Тогда мы увидим Луну как бы на расстоянии всего 5 миль. А с такого расстояния можно разглядеть предметы длиной в 9 футов». «Отлично!» – воскликнул Мастон. «Следовательно, наше ядро будет диаметром в 9 футов». «Вот именно!» «Позвольте, однако, заметить», – снова возразил майор Эльфистон, «что при этом получится такой огромный вес, что…» «Постойте, майор!» – прервал его Барбекин. «Прежде чем обсуждать вес ядра, позвольте мне вам напомнить, что наши предки достигали прямо чудес в этой области?» «Конечно, не может быть и речи о том, что баллистика не прогрессирует. Но да Бог вам известно, да будет вам известно, что в средние века добивались результатов, смею сказать, еще более удивительных, чем наши». «Рассказывайте!» «Недоверчиво протянул моргом». «Докажите свои слова!» – воскликнул пылкий Мастн. «Нет, ничего проще», – спокойно ответил Барбекин. «Могу привести несколько примеров. Так, в 1543 году при осаде Константинополя Магометом II метали каменные ядра, которые весили 1900 фунтов и были, конечно, солидных размеров. Ой, ой!» – воскликнул майор. «1900 фунтов – это внушительный вес. На Мальте в рыцарские времена одна из пушек форта Сен-Эльм металлоядра весом в 2500 фунтов. Не может быть!» «Наконец!» «По словам одного французского историка, при Людовике XI была мортира, метавшая ядра весом всего в 500 фунтов. Но эти ядра вылетали из Бастилии, куда глупые люди сажали умных, и долетали до Шрантона, куда люди с умом сажали безумных». «Превосходно!» – заметил Мастн. «Что же мы видим в настоящее время?» – продолжал Барбекин. «Пушки Армстонга выбрасывают ядра лишь в 500 фунтов, а колумбиады Родмина – снаряды в полтонны. Выходит, что увеличилась дальность полета снарядов, но вес их уменьшился. Мы уже должны пойти в другом направлении и, воспользовавшись успехами науки, удесятирить вес ядра Магомета II и мальтийских рыцарей. Увеличить!» «Так и должно быть!» – ответил майор. «Какой же вы предлагаете употребить металл для нашего снаряда?» «Я думаю, просто чугун!» – сказал генерал Морган. «Фу! Чугун!» – воскликнул Мастн с глубоким презрением в голосе. «Это слишком вулигарно для снаряда, предназначенного для Луны!» «Не будем слишком притязательны, мой достойный друг!» – ответил Морган. «Сойдет и чугун!» «Но позвольте!» – снова возразил майор Эльфстон. «Вес ядра пропорционален его объему. Следовательно, снаряд диаметром в 9 футов будет иметь чудовищный вес!» «Да, если он будет сплошной!» – ответил Барбекин. «И нет, если он будет полый!» «Полый?» «Так это будет бомба!» «И туда можно будет вложить депеши!» – подхватил Мастн. «И образы наших земных произведений!» «Да, бомба!» – ответил Барбекин. «Нам необходима бомба!» «Сплошное ядро в 108 дюймов диаметром весило бы более 200 тысяч фунтов!» «Вес бесспорно чрезмерный!» «Да, так как снаряд должен обладать достаточной прочностью, я предлагаю сделать его весом в 20 тысяч фунтов!» «Какова же должна быть толщина его стенок?» – спросил майор. «Если держаться установленной пропорцией, – заметил Морган, то при диаметре 108 дюймов стенки должны быть по крайней мере в 2 фута толщиной!» «Это слишком много!» – ответил Барбекин. «Речь, заметьте, идет не о том, чтобы пробивать металлическую броню. Надо, чтобы стенки снаряда могли выдержать напор пороховых газов. Итак, вот в чем задача. Какую толщину должны иметь стенки чугунной бомбы, чтобы она весила не более 20 тысяч фунтов? Наш искусный математик, славный Мастон, нам сейчас это вычислить!» «Что может быть проще?» – ответил почтенный секретарь комитета. Он быстро набросал несколько формул. Из-под его пера вылетали разные, возведенные в квадрат числа. Потом он извлек в уме кубический корень и сказал, «Стенки будут толщиной всего в 2 дюйма. Разве этого достаточно?» – усомнился майор. «Нет», – ответил Барбикин. «Очевидно, нет». «Но что же тогда делать?» – в недоумении спросил Эльфистон. «Надо взять не чугун, а другой металл», – ответил Барбикин. «Медь?» – спросил Морган. «Нет, медь слишком тяжела, я вам предложу нечто получше». «Что же именно?» – спросил майор. «Алюминий», – ответил Барбикин. «Алюминий?» – хором воскликнули все его коллеги. Ну да, друзья мои, вы знаете, что известному французскому химику Анри Сенклерк-Девилю удалось в 1854 году получить алюминий в значительных количествах. Этот драгоценный металл обладает белизной серебра, неокисляемостью золота, ковкостью железа, плавкостью меди, легкостью стекла. Его очень легко обрабатывать, он чрезвычайно распространен в природе, так как является главной составной частью множества горных пород, к тому же он в три раза легче железа. И он как будто создан для того, чтобы послужить материалом для нашего снаряда. «Да здравствует алюминий!» – крикнул секретарь комитета с обычным своим шумным восторгом. «Но, дорогой президент, – заметил майор, – алюминий кажется слишком дорог. Это было раньше!» – отвечал Барбекин. «Вначале, при его открытии, фунт алюминия обходился от 260 до 280 долларов. Затем цена упала до 27 долларов, а теперь можно иметь фунт алюминия за 9 долларов». «Ха, однако и 9 долларов за фунт!» – сказал майор, «который нелегко сдавался, цена огромная». «Без сомнения, дорогой майор, но ее нельзя назвать недоступной!» «Сколько же будет весить такой снаряд?» – спросил Морган. «Вот результат моих вычислений», – ответил Барбекин. «Снаряд диаметром 108 дюймов и со стенками толщиной в 12 дюймов, сделанный из чугуна, весил бы 77 440 фунтов. А если его отлить из алюминия, вес его сократится до 19 250 фунтов. Очень хорошо!» – воскликнул Мастон. «Это как раз нам подходит». «Хорошо-то оно хорошо!» – возразил майор. «Но, считая по 18 долларов за фунт, снаряд этот обойдется...» «173 250 долларов!» «Я это отлично знаю!» «Но не беспокойтесь, друзья мои, у нас будет достаточно денег для нашего предприятия. За это я ручаюсь!» «Золото дождем польется в нашу казну», – добавил Мастон. «Ну, как же вы решите вопрос об алюминии?» – спросил председатель. «Принято», – ответили члены комитета. «Что касается формы снаряда, – добавил Барбекин, – то она не имеет особого значения, так как снаряд, миновав земную атмосферу, будет лететь в пустом пространстве. Поэтому я предлагаю форму шара. Пусть себе наша бомба вращается вокруг своей оси сколько ей угодно». На этом закончилось первое заседание комитета, на котором окончательно решен был вопрос о снаряде. Мастон был в восторге при мысли о том, что в Силенкетам будет послана алюминиевая бомба. Пусть эти господа получат надлежащее понятие о земных обитателях. Постановления, принятые на заседании 8 октября, повсюду произвели огромное впечатление. Люди робкого десятка даже пугались при мысли, что в пространство будет пущена бомба весом около 20 тысяч фунтов. Спрашивали себя, какова же будет пушка, которая вытолкнет такой снаряд. Да еще с начальной скоростью, соответствующей подобной массе. На эти вопросы должен был победоносно ответить протокол второго заседания комитета. На следующий день вечером комитет пушечного клуба снова заседал перед горой бутербродов и над целыми морями чая. Тотчас началось обсуждение, причем на этот раз обошлись без всяких там вступительных речей. Дорогие коллеги, сказал Барбекин, сегодня нам предстоит заняться вопросом о пушке, определить ее форму, длину, материал и вес. Размеры ее окажутся, вероятно, колоссальными, но я надеюсь, что наш индустриальный гений справится со всеми трудностями. Выслушайте меня и не скупитесь на самые резкие возражения. Я их не боюсь. Что-то вроде одобрительного мычания раздавалось в ответ на это заявление. Вспомним, продолжал Барбекин, на чем мы вчера остановились в наших премиях. Вопрос стоит теперь так. Требуется дать первоначальную скорость в 12 тысяч ярдов в секунду, бомбить диаметром 108 дюймов и весом в 20 тысяч фунтов. Задача именно такова, подтвердил майор Эфистон. Итак, продолжаю. Когда ядро опущено в пространство, что с ним происходит? Оно подвергается действию трех независимых сил. Сопротивление среды, притяжение Земли и толчка, который привел снаряд в движение. Рассмотрим эти три силы, каждую в отдельности. Сопротивление среды, то есть воздуха, почти не окажет действия. В самом деле атмосфера простирается на высоту всего каких-нибудь 40 миль. При скорости 12 тысяч ярдов снаряд пролетит это расстояние в 5 секунд. И за такой короткий промежуток времени можно пренебречь сопротивлением среды. Перейдем теперь к притяжению Земли, то есть к весу снаряда. Мы знаем, что этот вес будет непрерывно изменяться обратно пропорционально к квадратам расстояния. Вот чему учит нас физика. Всякое тело при свободном его падении вблизи поверхности Земли проходит в первую секунду 15 футов, если бы это тело падало с Луны на Землю. Но, то есть расстояние 257 тысяч 542 миль, то в первую секунду оно прошло бы всего поллинии, а это граничит с неподвижностью. Итак, нужно преодолеть силу земного притяжения. Как же мы этого достигнем? Только силою напора пороховых газов. Вот главное затруднение, сказал майор. В самом деле немалое, ответил Барбекин. Но его можно преодолеть, ибо необходимая нам сила толчка зависит лишь от длины орудия и от количества пороха, которая ограничена силой сопротивления стенок орудия. Поэтому давайте сегодня обсуждать размеры пушки. Разумеется, сила сопротивления стенок пушки может быть доведена почти до бесконечной величины, так как наша пушка не предназначена для передвижения. Это очевидно, вставил генерал. До сих пор, продолжал Барбекин, длина самых больших орудий, например, наших колумбят, не превышала 25 футов. Поэтому многих удивит размеры, какие мы должны будем придать нашей пушке. Еще бы, выпалил Мастон, что для меня я настаиваю, чтобы пушка была длиной по крайней мере в полмили. В полмили? Воскликнули генерал-майор. Да, в полмили. И этого еще мало. Ну, Мастон, возразил Морган, вы уже хватили через край. Да нет же, возразил пылкий секретарь, и я не знаю, на каком основании вы обвиняете меня в преувеличении. Потому что вы уж слишком далеко залетели. Так знайте же, милостливый государь, торжественно заявил Мастон, знайте, что артиллерист, как и его снаряд, не может залететь слишком далеко. Дело дошло бы до ссоры, если бы не вмешался председатель. Успокойтесь, друзья мои, успокойтесь. И давайте обсуждать вопрос. Разумеется, пушка должна быть очень велика, потому что при удлинении орудия возрастает продолжительность напора газов, развивающихся при воспламенении пороха. Но нам совершенно ни к чему переступать границы. Совершенно верно, ставил майор. Каковы же правила, которыми руководствуются в подобных случаях? Обычно длина пушки в 20-25 раз превышает диаметра ядра, а вес ее в 235-240 раз превышает ее вес. — Этого мало! — воскликнул неистовый Мастон. — Вы правы, дорогой друг. И в самом деле, если придерживаться такой пропорции, то для снаряда диаметром в 9 футов и весом в 30 тысяч фунтов потребуется орудие длиной в 225 футов и весом в 7 миллионов 200 тысяч фунтов. — Это до смешного мало! — снова перебил Мастон. Уже лучше нам взять тогда пистолет. — Я с вами согласен, — сказал Барбекин. — А потому предлагаю ухетверить эту длину, то есть построить пушку длиной в 900 футов. Генерал и майор начали было возражать. Но, несмотря на это, предложение Барбекина при горячей поддержке секретаря пушклуба было окончательно принято. — Теперь, — сказал Эльфистон, — решим вопрос о толщине стенок. — Я полагаю, 6 футов, — ответил Барбекин. — Вы, конечно, не предполагаете ставить такую махину на лафет, — спросил майор. — А вышло бы великолепно, — воскликнул Мастон. — Но это невыполнимо, — возразил Барбекин. — Нет, я думаю отлить орудие прямо в земле, связать его толстыми обручами из кованого железа и замуровать в массивных каменных стенах. Таким образом, эти стены, а также окружающий их грунт будут участвовать в общем сопротивлении. — Когда пушка будет отлита, придется обточить ее канал и тщательно калибровать, чтобы не допустить потери газа между снарядом и стенками пушки. Тогда вся двигательная сила пороха пойдет на толчок. — Ура! — ура! — крикнул Мастон. — Пушка готова. — Нет еще, — возразил Барбекин, жестом успокаивая своего нетерепеливого друга. — Это почему? — Потому что мы не определили еще формы нашего орудия. Будет ли это пушка, гаубица или мортира? — Пушка! — ответил Морган. — Гаубица! — воскликнул майор. — Мортира! — крикнул Мастон. Прения готовы были перейти в довольно горячий спор, так как каждый начал перечислять преимущества своего излюбленного орудия, но председатель быстро остановил спорщиков. — Друзья мои, — сказал он, — сейчас я вас примерю. Наша Колумбиада соединит в себе все три типа огнестрельных орудий. Это будет пушка, потому что пороховая камера будет иметь тот же диаметр, что и канал. Это будет гаубица, потому что она выпустит бомбу. Наконец, ее можно назвать мортирой, потому что мы установим ее под углом в 90 градусов и неподвижно укрепим земли, вследствие чего будет избегнута всякая отдача и снаряду, сообщится вся двигательная сила, какая разовьется в пороховой камере. — Принято! — В один голос воскликнули члены комитета. — Позвольте еще вопрос, — сказал Эльфистон. — Эта гаубица-мортира-пушка будет нарезная? — Нет, — отвечал Барбекин. — Ни в коем случае. Требуется огромная начальная скорость, а вы прекрасно знаете, что из нарезного канала снаряд выходит с меньшей быстротой, чем из гладкоствольного. — Это верно. — Ну? — Теперь мы уже с ней покончили, — снова воскликнул Мастон. — Нет, еще не совсем, — возразил Барбекин. — Что же еще? — Мы еще не знаем, из какого металла будет орудие. — Так давайте сейчас и решать. Я это и хотел вам предложить. Тут каждый из членов комитета проглотил по десятку бутербродов, запил их кружкой у чая, и обсуждение вновь возобновилось. — Достойные коллеги, — начал Барбекин, — наше орудие должно обладать огромной прочностью, несокрушимой твердостью, полной огнеупорностью и совершенно неокисляемостью. — В этом не может быть сомнения, — ответил майор, — и так как придется употребить значительное количество металла, то нетрудно сделать и выбор. — В таком случае, — сказал Морган, — предлагаю для Колумбиады наилучший сплав из всех нам известных, а именно на 100 частей меди, 12 частей олова и 6 латуни. — Друзья мои, — ответил Барбекин, — этот сплав дает прекрасные результаты, но он слишком дорог, и обработка его затруднительна. Поэтому я предлагаю потребить другой материал, тоже высокого качества, но более дешевый, а именно чугун. — Вы согласны со мной, майор? — Вполне согласен, — отвечал Эльфистон. — В самом деле, — продолжал Барбекин, — чугун дешевле бронзы в 10 раз, он отлично плавится, его можно легко отливать в глиняные формы, при том он быстро обрабатывается. Это экономия денег и времени. Словом, это отличный материал. Помнится, во время войны при осаде Атланты чугунные пушки делали по тысяче выстрелов каждое, стреляя каждые 20 минут, причем ни одна из них не испортилась. — Однако чугун очень хрупок, — заметил Мурган. — Да, но сила его сопротивления очень велика. Во всяком случае, наша пушка не разорвется. Ручаюсь вам. — А если разорвется, то это не позор, — нравоучительно изрек Мастон. — Разумеется, — согласился Барбекин. Итак, я попрошу нашего уважаемого секретаря вычислить вес чугунной пушки длиною в 900 футов с внутренним диаметром в 9 футов и при толщине стенок в 6 футов. Сию минуту ответил Мастон. И, как накануне он на память с изумительной быстротой выписал все нужные ему формулы, через минуту он сказал, орудие будет весить 68 тысяч 40 тонн. При цене чугуна в 2 цента за фунт оно будет стоить 2 миллиона 510 тысяч 701 доллар. Мастон, майор и генерал с тревогой взглянули на председателя. — Господа, — ответил Барбекин, — мне остается повторить то, что я уже сказал вам вчера. Будьте покойны, за миллионами дело не станет. Этой уверенной фразой председателя закончилось заседание. Следующее собрание было назначено на ближайший вечер. На очереди оставался вопрос о порохе. Публика с волнением ожидала его разрешения. Размеры снаряда и длина орудия были уже намечены. Какое же количество пороха понадобится для выстрела? Никогда еще в мировой истории не воспламенялось сразу такое огромное количество взрывчатого вещества. Считается общеизвестным, и до сих пор это часто повторяют, что порох был изобретен в XIV веке монахом Шварцем, который заплатил жизни за свое великое изобретение. Но теперь уже доказано, что предание это должно быть отнесено к числу средневековых легенд. Пороха никто, собственно, и не выдумывал. Он происходит непосредственно от греческого огня, в состав которого также входили серая селитра. В начале это была смесь горючая, но с течением времени она превратилась в смесь взрывчатую. Однако, если все образованные люди прекрасно знают легенду об изобретении пороха, то лишь немногие ясно представляют себе его механическую силу. Между тем, это необходимо знать, чтобы уяснить себе важность данного вопроса для членов комитета. 1 литр пороха весит приблизительно 2 фунта. 900 грамм. Воспламеняясь, он производит 400 литров газа, свободно расширяясь при температуре 2400 градусов. Газы могут занять пространство в 4000 кубических литров. Таким образом, объем пороха относится к объему образовавшихся из него при взрыве газов, как 1 к 4000. Отсюда легко представить тот страшный напор, который должны произвести эти газы, когда они сжаты в пространстве в 4000 раз, меньшим их нормального объема. Все это было отлично известно членам комитета и, открыв заседание 10 октября, Барбикин предоставил слово майору Эльфистону, который во время войны был главным начальником пороховой части. «Дорогие друзья», – сказал этот выдающийся специалист, – «приведу вам сначала бесспорные цифры, которые должны послужить основанием для наших заключений. Ядро в 24 фунта, о котором нам третьего дня в столь поэтических выражениях упомянул достопочтенный Мастон, выбрасывается из орудия при помощи всего 16 фунтов пороха». «Достоверна ли эта цифра?» – спросил Барбикин. «Абсолютно достоверна», – ответил майор. «На заряд пушки Амстронга, выпускающий снаряд 800 фунтов, идет только 75 фунтов пороха, а Колумбиада Родмина при заряде в 160 фунтов пороха посылает ядро весом в полтонны на расстояние 6 миль. Эти данные вне всяких сомнений. Я лично подписывал в комитете соответствующие протоколы». «Совершенно верно», – подтвердил генерал. «Так вот, какой вывод можно сделать из этих данных?» – продолжал майор. «Количество пороха в пушке не увеличивается пропорционально весу ядра. В обыкновенных пушках на ядро в 24 фунта идет 16 фунтов пороха. То есть вес пороха составляет 2 трети веса ядра. Но это соотношение не является постоянным. Так, например, заряд пороха для ядра в полтонны должен был бы быть равняться 333 фунтам, а между тем оказывается достаточно всего 160 фунтов. «То есть меньше половины указанного количества». «К какому заключению вы приходите?» – спросил председатель. «Дорогой майор», – вмешался Мастон, – «если довести вашу теорию до логического конца, то выйдет, что при очень большом весе ядра можно при выстреле совсем обойтись без пороха». «Мой друг Мастон сохраняет свою шутливость даже в самых серьезных вопросах», – возразил майор, – «но пусть он успокоится. Для нашей Колумбиады я предложу такое количество пороха, которое вполне удовлетворит его артиллерийское самолюбие. Однако прежде всего я считаю необходимым указать, что во время войны после ряда опытов количество пороха на заряд было сокращено до одной десятой веса ядра». «Совершенно верно», – подтвердил Морган, – «однако прежде чем решить, какое количество пороха необходимо для выстрела, я полагаю, надо столковаться насчет сорта пороха». «Я предлагаю крупнозернистый порох», – ответил майор, – «он воспламеняется быстрее, чем мелкозернистый». «Это так», – заметил генерал, – «но он очень вредит орудию и быстро засоряет его канал». «Вот еще!» «Эти недостатки могут иметь значение только для пушки, которая должна долго стрелять, а наша Колумбиада выстрелит всего один раз. Нам не угрожает опасность, что пушка разорвется, и необходимо, чтобы порох воспламенился мгновенно, ибо тем полнее будет механическое его действие». «Можно сделать несколько запалов», – предложил Мастон, чтобы одновременно воспламенить порох с разных сторон. «Конечно, можно», – ответил Эльфстон, – «но это чрезвычайно затруднит управление пушкой. Поэтому я снова предлагаю крупнозернистый порох, который устраняет все эти затруднения». «Пусть будет так», – согласился генерал. «Для заряда своей Колумбиады», – продолжал майор, – «Родмен употреблял крупный порох с зернами величиной в каштан. Входивший в его состав уголь приготовлялся из древесины ивы, которую пережигали в чугунных котлах. Этот порох тверд на ощупь, блестящий, не оставляет никакого следа на руке, содержит значительное количество водорода, кислорода, воспламеняется мгновенно и, несмотря на свою разрушительную силу, почти не засоряет орудия». «Ну что же», – заявил Мастон, – «мне кажется, тут нечего и колебаться. Я предпочитаю этот порох всякому другому». Даже золотому порошку с язвительной усмешкой спросил майор. Вместо ответа его вспыльчивый друг погрозил ему своим железным крюком. До сих пор Барбикен не вмешивался в премии. Он предоставил говорить другим, а сам слушал. Очевидно, он обдумывал какую-то свою идею. Поэтому он ограничился тем, что спросил. «А сколько, по-вашему, потребуется пороха, друзья мои?» «Пятьсот тысяч!» – заявил майор. «Восемьсот тысяч!» – крикнул Мастон. На этот раз Эльфистон не решился упрекнуть своего коллегу в преувеличении. В самом деле требовалось добросить до Луны снаряд весом в двадцать тысяч фунтов. Для чего надо было сообщить ему начальную скорость в двенадцать тысяч ярдов в секунду? На минуту все смолкли. Молчание прервал Барбик. «Дорогие друзья!» – начал он спокойным голосом. «Я исхожу из основного положения, что сила сопротивления стенок нашей пушки, установленной особым образом, беспредельна. Итак, я удивлю вас и даже уважаемого коллегу Мастона. Он был слишком робок в своих расчетах. Я предлагаю удвоить предложенные им восемьсот тысяч фунтов». «Миллион шестьсот тысяч фунтов?» – восприкнул Мастон, подскочив от изумления. «Да, не меньше, да. Но в таком случае, выходит, по-моему, пушка должна быть длиною в полмили». «Очевидно, так», – подтвердил майор. «Миллион шестьсот тысяч фунтов пороха, продолжал секретарь комитета, будут занимать пространство около двадцати двух тысяч кубических футов. Ваша пушка, имея объем всего в пятьдесят четыре тысячи кубических футов, будет наполнена порохом до половины. Но тогда ее канал не будет обладать достаточной длиною, чтобы расширение пороховых газов оказало нужное действие на снаряд». Возразить было нечего. Мастон был прав. Взгляды у всех остановились на председателе. «Тем не менее», – сказал Барбикен, «я настаиваю на таком именно количестве пороха. Подумайте хорошенько. Миллион шестьсот тысяч фунтов пороха разовьет шесть миллиардов литров газа? Шесть миллиардов, слышите? «Ну а что же тогда делать?» – спросил генерал. «Очень просто. Необходимо сократить это громадное количество пороха, но без ущерба для его двигательной силы». «Прекрасно. Но каким же образом?» «Я вам сейчас скажу», – спокойно отвечал Барбикен. Слушатели так и впились в него глазами. «В самом деле ничего нет легче, – продолжал Барбикен, – как сократить в четыре раза объем пороха. «Разумеется, всем вам известно то любопытное вещество, из которого состоят ткани растений, и которое называется клетчаткой». «Ах!» – воскликнул майор. «Я вас понимаю, дорогой Барбикен. Это вещество, – продолжал председатель, – встречается в природе в совершенно чистом виде. Например, в хлопке, который ничто иное, как пух, покрывающий семена хлопчатника. При соединении на холоде с азотной кислотой клетчатка превращается в вещество, совершенно нерастворимое, быстро воспламеняющееся и обладающее громадною взрывчатою силою. Не так давно, в 1832 году, это вещество открыл французский химик Бракона, назвавший его ксилоид. В 1838 году французский химик Пелуэс изучил различные свойства этого вещества и, наконец, в 1846 году Шоенбейн, профессор химии в Базеле, предложил его в качестве пороха для военных целей. Этот порох был назначен, назван азотистой хлопчаткой. «Или пироксилином», заметил Эльфестон. «Или гремучей уватой», добавил Морган. «Неужели ни один американец не причастен к этому открытию?» воскликнул Мастон, задетый в своем патриотизме. «К сожалению, не могу назвать ни одного», отвечал майор. «Однако, чтобы удовлетворить Мастона», продолжал председатель, «я скажу, что один из наших сограждан немало поработал над изучением пироксилина. Вам известно, что колодий, который является очень важным материалом, применяемым в фотографии, не что иное, как пироксилин, растворенный в смеси серного эфира и спирта. А колодий открыл Мейнард, когда он был еще студентом-медиком в Бостоне». «Да здравствует, Мейнард!» «И порох хлопчет бумажный», крикнул шумливый секретарь пушечного клуба. «Вернемся к пироксилину», продолжал Барбекин. «Вам известны его свойства, и они для нас драгоценны. Изготовление его необычайно просто. Стоит погрузить хлопока на 15 минут в дымящуюся азотную кислоту, затем промыть в большом количестве воды, потом высушить, и готов пироксилин. В самом деле, нет ничего проще», заметил генерал. «К тому же пироксилин совершенно нечувствителен к сырости, и это особо драгоценное для нас свойство, потому что заряжать нашу пушку придется несколько дней подряд. Сверх того, пироксилин воспламеняется при 170 градусах, а не при 240, и быстрота его разложения, сгорания и взрыва так велика, что можно поджечь его, положив на кучу обыкновенного пороха, и пироксилин сгорит до конца, прежде чем порох успеет воспламениться». «Превосходно», – заметил майор. «Однако он дороговат. Пустяки!» «Наконец, пироксилин придает снаряду скорость, в четыре раза превосходящую скорость от обыкновенного пороха. Я добавлю даже, что если к пироксилину примешать калийные селитры в пропорции 8 к 2, то его взрывчатая сила увеличится в еще большей степени». «Ну разве это необходимо?» спросил майор. «Не думаю», – ответил Барбикин. «Таким образом, вместо 1 600 000 фунтов пороха достаточно взять 400 000 фунтов гремучей ваты. И так как можно без всякой опасности спрессовать 500 фунтов хлопчатника в пространстве 27 кубических футов, то весь наш пороховой заряд займет в канале Колумбиады не более 30 кубических туазов. Таким образом, снаряду придется пролететь в канале 700 футов под напором 6 миллиардов литров газов, прежде чем он выпалит из пушки по направлению к ночному светилу». При этой тираде Мастон не в силах был сдержать свой восторг. Он ринулся в объятия своего друга почти со скоростью пушечного снаряда. И, конечно, сокрушило бы его, если бы Барбикен не был построен из материала, способного выдержать даже удар бомбы. Этим инцидентом закончилось третье заседание комитета. Барбикен и его отважные коллеги, для которых, казалось, не существовало ничего невозможного, разрешили сложные вопросы о снаряде. Об орудии, порохе, план был готов. Оставалось только его выполнить. «Ну, это уж мелочи, сущие пустяки», изрек Мастон.